Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с темой моделирования случайных событий метод Монте-Карло. В данном видеофрагменте мы рассмотрим следующие вопросы. Случайные события, компьютерное моделирование случайных событий и суть метода Монте-Карло. Со случайными событиями мы встречаемся постоянно. Случайная встреча, случайная ошибка, случайная поломка. Случайное событие – это событие, которое может произойти, а может не произойти. Предугадать случайное событие невозможно. Примерами случайных событий являются подбрасывание монеты, бросание игральной кости, стрельба по мишени, а также покупка лотерейного билета, вытягивание экзаменационного билета, подбрасывание игрального кубика или монеты. Случайные события появляются в случайных опытах. Предсказать результат случайного события невозможно. Со случайным опытом может быть связано несколько случайных событий. При бросании игрального кубика возможно выпадение целого числа от 1 до 6. Это 6 разных случайных событий. Если же врачать волчок в игре в рулетку, то при его остановке выбирается сектор стола. Например, с номером от 1 до 36. Это 36 разных случайных событий. Существует целый класс случайных опытов, в которых возможные случайные события можно описать числами. Такие числа называют случайными. Случайное число – это непредсказуемое число, которое получено как результат случайного опыта. В примере с бросанием игрального кубика случайные числа были целыми, но это совершенно необязательно. Например, в игре «Дартс» игроки метают дротики в круглую мишень. Если после броска максимально точно измерить расстояние от дротика в мишени до ее центра, то получим случайное действительное число. Случайные события появляются в результате случайных опытов. С появлением компьютеров стало возможно моделирование случайных событий. Моделями случайных событий стали значения специальных функций. Генератор или датчик случайных чисел – это специальная функция, которое при каждом исполнении выдает новое случайное число как свое значение. В научной литературе значения генераторов случайных чисел называют псевдослучайными числами, так как строятся они строгими математическими методами и, следовательно, предсказуемы. Псевдослучайные числа являются моделями случайных чисел, но в наших построениях мы их различать не будем. На языке Pascal-ABC-Net генератор случайных чисел реализован в стандартной функции random. Если аргументом функции random является целое число k, то при исполнении она генерирует случайное число типа интеджа от 0 до k-1. Если функция random не имеет аргумента, то при исполнении она генерирует случайное число типа real между 0 и 1. При каждом запуске программы на языке Pascal-ABC-Net генератор случайных чисел выдает новое случайное число. В электронных таблицах генератор случайных чисел реализован в двух математических функциях. Функция случайное число аргумента не имеет и при исполнении генерирует случайное действительное число между 0 и 1. Функция случайная между должна иметь два целых аргумента, которые разделены точкой с запятой, например, k и m, причем k меньше m. При исполнении функция генерирует случайное целое число со значением от k до m. В качестве примера рассмотрим представленную таблицу. В ячейке B5 содержится функция случайное число. Результатом выполнения этой функции является число 0,57. В ячейке C5 содержится функция случайное между аргументами функции является 1 и 10. Результатом выполнения функции является число 9. Скопируем функции. Мы видим, что оба генератора случайных чисел пересчитывают свои значения после каждого изменения рабочей таблицы. Значения первой функции – вот они. Это случайные действительные числа между нулем и единицей. Значения второй функции – вот они. Это случайные целые числа от единицы до 10. Задачи, в которых результат зависит от случайных процессов, можно решить с помощью метода Монте-Карло. Метод Монте-Карло – это численный метод решения математических задач, который основан на использовании генератора случайных чисел. Генератор случайных чисел в методе Монте-Карло используется для моделирования случайных опытов, бросания монеты, игрального кубика и случайных потоков, например, потоков писем, посылок, посетителей. Название метода Монте-Карло связано с названием курорта, который является одним из центров игорного бизнеса, во многом построенного на игре в рулетку. Рулетка позволяет проводить случайный опыт с выпадением случайного целого числа от 0 до 36. Рассмотрим суть метода Монте-Карло на примере задачи определения площади некоторой плоской фигуры. Это приложение метода называют геометрическим методом Монте-Карло. Пусть имеется плоская фигура, которая находится внутри прямоугольника с известной площадью С0. Засыплем мысленно прямоугольник тончайшим слоем песка. Если посчитать общее число N песчинок и число К тех песчинок, которые попали на фигуру, то площадь фигуры составит примерно К, деленное на N от площади С0 прямоугольника. И приближенно можно считать, что площадь С равна К, деленное на N, умноженное на С0. Метод Монте-Карло освобождает от необходимости подсчитывать песчинки. На компьютере воспроизводится процесс случайного разбрасывания песчинок N с использованием генератора случайных чисел и подсчет числа К песчинок, которые попали на фигуру. Прямоугольник с известной площадью в геометрическом методе Монте-Карло будем называть базовым прямоугольником. Очевидно, что с увеличением общего числа песчинок точность результата должна возрастать. Точность результата также можно повысить, если сделать минимальными размеры базового прямоугольника. В данном видеофрагменте вы познакомились с понятием «случайные события» и методом Монте-Карло. На следующих уроках мы рассмотрим суть метода на примерах вычисления значения числа Пи и определения площади фигуры. Чтобы проверить, как вы усвоили материал, ответьте на следующие вопросы. Что такое случайные события? Что такое случайный опыт? Что такое случайное число? Что такое генератор случайных чисел? Почему значения генератора случайных чисел называют псевдослучайными? В какой стандартной функции языка Pascal ABCNet реализован датчик случайных чисел? В чем разница между функциями «случайное число» и «случайное между» в электронных таблицах? Что такое метод Монте-Карло? В чем заключается геометрический метод Монте-Карло?